Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания святого апостола Павла Коринфяна. На самом-то деле, если мы откроем текст и посмотрим на содержание послания, то видим, что 10 глава является прямым продолжением 8. То есть, тема идоложертвенного подхватывается апостолу Павлом дальше и развивается в следующем тексте. Однако, между 8 и 10 главами есть 9 глава. Конечно, разделение на главы возникло в Средневековье, и апостолу Павлу оно было незнакомо. И тем не менее, почему-то он прервал свое повествование, ту тему, которую он поднял, тему идоложертвенного, и рассказал несколько о себе. И этот рассказ носит апологетический характер, потому что апостол Павел был вынужден это делать. Мы с вами говорили неоднократно о том, что основной темой первого послания Коринфянам является разделение в коринфянской общине. То есть, несмотря на короткий срок ее существования, несмотря, конечно, что она была, наверное, не так уж и многочисленна и велика, тем не менее, по именам тех, кто привел людей ко Христу, а значит, и в церковь, коринфские христиане разделились на группы. Я Павлов, я Кифин, я Аполосов, я Христов. И вот с этого апостол Павел начинает свое послание, и это разделение наряду с многими другими, о которых мы с вами говорили, о которых еще пойдет речь, является главным, центральным. Почему? Потому что на самом-то деле, по сути своей, мы понимаем, что такое разделение, оно в какой-то степени нивелировало и значение апостола Павла для коринфянской общины. Не случайно он, как вы помните, в конце четвертой главы называет себя отцом. Он говорит, хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, я родил вас в благоествовании. И вот это уникальное значение, это, несомненно, первоопределяющая роль для коринфской церкви апостола Павла, она тем самым не только задвигалась на задний план, но и вообще его авторитет, как мы помним, он ставился под сомнением. Сами члены коринфской церкви уже считали себя продвинутыми учителями, как пишет апостол Павел, они уже воцарились без него, и он, по сути, им, отец, уже стал не нужен. Да, как часто бывает, собственно, и в жизни, мы это хорошо знаем, подрастают дети, они, как им кажется, стали самостоятельными, они все уже знают, в общем, и им не нужны родительские подсказки, родительские наставления и родительский авторитет. И вот нечто похожее произошло и в коринфской церкви, где многие уже стали под сомнением авторитет апостола Павла, но дело не только в этом, да, на руку такой оппозиции играло то, что, конечно, в коринфской церкви пришли и те, кто этот авторитет оспаривали. Дело в том, что мы уже с вами хорошо знаем из предыдущих посланий, что деятельность апостола Павла не всегда встречала поддержку у ранней церкви, у ее части, которая была связана с иудеохристианским направлением, поскольку апостол Павел, несмотря на свое иудейское прошлое, ревностно и рьяно отрицал значение закона для Церкви Христовой. Он говорил о том, что закон уже не нужен и в нем нет необходимости, и соблюдение прошлых правил должно уже сойти на нет. Конечно, те, кто поддерживал закон, те, что считал, что он по-прежнему необходим, эту точку зрения апостола Павла оспаривали, а вообще его учения, его взгляды, его проповедь ставили под сомнением. Ну, а кроме того, мы понимаем, что еще был один момент, момент уникальный. Дело в том, что апостол Павел далеко не всегда пользовался пожертвованиями, далеко он не всегда принимал поддержку материальную от новообразованных им общин. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что в этом случае люди могут подумать о том, что он, собственно, шарлатан, он пытается их обмануть для того, чтобы присвоить себе их материальные средства. И такие обвинения, они, собственно, тоже нам уже знакомы, например, в первом послании фессалоникийцам мы с вами встречаем его во второй главе. Итак, апостол Павла все это знакомо, и он вынужден был защищать себя, защищать свое поведение, которое он для себя избрал, ту линию жизни, которая определяла его служение и направление его деятельности. Итак, девятая глава. Это вообще апостольский авторитет Павла. Вправе ли он себя так именовать? Не присвоил ли он себе то, что на самом-то деле ему не принадлежит? Ведь мы с вами хорошо помним, что апостолами назывались 12 учеников Иисуса Христа. И сам апостол Павел учеником Христа не был, даже был в какой-то период гонителем церкви, Христа он никогда не видел, и тем не менее он не стеснялся себя так называть. И были ли у него на это права? Почему именно так он делал? И свое право, свою возможность так себя называть он обосновывает тем, что он видел Иисуса Христа. Ведь Христос явился ему по пути в Дамаск. И это явление носило уникальный характер. Мы ничего похожего с вами не встретим в смысле призвания. Хотя, конечно, о явлении Христа в книге Деяний говорится ни раз и ни два. И дальше он говорит о том, что, собственно говоря, его право именоваться апостолом, то есть вестником, посланцем Христа для Коринфской церкви должно не вызывать никаких возражений. Почему? Да потому что то, о чем мы с вами говорили, ведь апостол Павел называет себя отцом Коринфской церкви. Конец 4 главы, он говорит о том, что вас тысяча наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе благовествованием. Он является основателем Коринфской церкви. Он его создал. И хотя, собственно, его авторитет, как мы понимаем, как мы обсуждаем, он вызывал вопросы, тем не менее, он говорит о том, что печать моего апостольства вы в Господе. Печать то, что подтверждает его право так себя именовать. Потому что, если, говорит он даже и для других, я не апостол, то для вас уж я точно апостол. Это не должно не вызывать никаких возражений и несомнений. И дальше он переходит к другой теме. Дело в том, что, понимаете, как бы особая должность какая-то, она всегда связана с и наличием большого количества прав. То есть, чем выше должность, тем у человека должно быть больше возможностей, дольше прав. Если руководитель занимает высокую должность, значит, у него прав гораздо больше, чем у любого из его подчиненных. Так вот, да, Павел именовал себя апостолом. Но от своих прав он сознательно отказался. И, как ни парадоксально, в этом его упрекали его оппоненты. Они считали, что если он не пользуется своими правами, если он их никак не осуществляет, значит, то, что он утверждает о себе, в действительности этого нет. О чем же идет речь? Он говорит, или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власть иметь спутницу-сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и кифа? Или один я и варнавы не имеем власти не работать? Какой он вон служит, когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест от плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По-человеческому ли только рассуждению? Это я говорю. Не то же говорит и закон. А что же получалось? А получалось, что, в общем-то, все знали, что апостолы, которые тоже странствовали, которые проповедовали, они, как правило, всегда получали некое содержание от тех церквей, от тех общин, куда они приходили. Кроме того, они путешествовали не в одиночку. Мы узнаем, что у них были жены, и что, в том числе, речь идет и о кифе, то есть об апостоле Петре. И, кроме того, ведь апостол Павел, он не только отказался от этих преимуществ, он не только не воспользовался своими привилегиями, но он еще и повел себя прям противоположным образом. Он и Варнава, как он говорит, зарабатывали себе на жизнь своими руками. Мы хорошо помним, что апостол Павел был делателем палаток, то есть он делал из шерсти, которая называлась килики, по имени родной ему области, драпировки, палатки, какие-то вот ширмы, и тем самым сам себя содержал, сам себя обеспечивал. И, конечно, такого рода поведение оно не могло не озадачивать. Но вы понимаете, что если бы какой-нибудь высокий начальник обеспечивался тем, что сажал бы овощи на огороде своем, вместо того, чтобы их сам скапывал грядки, сам пропал бы и так далее, нам все это трудно представить. И точно так же, конечно, вот такая вот раздвоенность, она была и в сознании тех, кого он привел ко Христу, тех, кто его принимал, потому что если он апостол, то зачем же он работает, почему он вынужден это делать, а если он это делает, значит, может быть, он и никакой не апостол, значит, он не вправе себя ставить на этот бедестал, претендовать на эту должность. И, конечно, для нас важны те аргументы, которые в свою защиту приводит апостол Павел в этой, может быть, несколько непростой ситуации, поскольку она действительно не укладывается в рамки обыденного человеческого сознания. И, прежде всего, здесь примечательна ссылка апостола Павла на закон. Мы с вами говорили о том, что, в общем-то, с законом апостола Павла непростые отношения. И, тем не менее, он, хотя и говорил о том, что закон уже прекратил как бы свое такое номинальное значение, что, собственно говоря, христиане должны следовать не закону, они должны следовать по путям той новой жизни, которой предначитал ему Христос, и по которой их ведет Святой Дух. Но здесь он все-таки в него ссылается. Ссылается по необходимости, потому что ему необходимо привести как раз какой-то аргумент для тех, кто закон принимает в качестве авторитетного свительства. И что же он говорит? «Ибо в Моисеем законе написано, не заграждая рта у вола молотящего, а в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, а кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, что пожнем у вас телесное? Или другие имеют у вас власть, не пачили мы?» Итак, собственно говоря, понятное правило, что необходимо кормить, условно говоря, скотину, вола молотящего. Оно интерпретируется апостолом Павлом очень интересным образом. Он говорит, что Бог здесь не о животных заботится. Он напоминает о том, что люди должны заботиться о тех, кто обеспечивает их пропитание. Но он напоминает, что он, собственно говоря, посеял в них не материальное что-то такое, не обеспечил их с этой стороны жизнь, а он посеял в них духовное, что не менее важно для спасения человека. И тем не менее он не воспользовался этой властью. То есть, другими словами, он мог бы претендовать на это, как делали и другие проповедники, которые приходили в Каринф, не испытывая поэтому никаких зазоров и угрызений совести. Но почему он это делал? Почему он свою власть таким образом не проявил, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христу? Так, апостол Павел считал, что на самом-то деле такая позиция, такая установка, она лишь помешает успеху ему благовестия. И хотя он не отрицает за собой такую возможность, разве не знаете, что священодействующие питаются от святилища, что служащие жертвнику берут долю от жертвника, то есть, другими словами, священникам полагалась доля от тех жертв, которые приносились ими же, и которые поступали в храм. Так и Господь повелел Евангелие проповедующим жить от благоествования. И мы действительно такое повеление с вами в Евангелии встречаем. Господь, когда уже перед воскресеньем посылает апостолов, говорит о том, чтобы они пользовались. Да, тем, что им будут давать. Но он, Павел продолжает, но я не пользовался ничем таким. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то ничем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благоствую о Христе безмезно, не пользуя моей властью в благоествовании. Итак, апостол Павел забегает вперед. Он проникает в потусторонний мир. Он думает о своем будущем. О той награде, которую он должен получить от Бога. И этот образ награды, мы сейчас увидим, он дальше продолжится. В том, что он говорит о себе. И он говорит о том, что на самом-то деле, если бы он получал с тех, кому проповедует, какую-либо материальную помощь, то это означало, что он уже получил свою похвалу. Его услуги оплачены. Он имеет то, что должен был получить. Но вспомнил с вами Евангелие. Господь говорит, сделай так, чтобы право этого врага не знает, что делает. Помолись Богу в тайну, и Бог, ведущий тайну, воздаст тебе явно. И апостол Павел, конечно, он здесь руководствуется примером Христа. Он делает так, чтобы не получить ничего взамен. Его служение абсолютно бескорыстное. Единственный мотив, которым он руководствуется, это спасение тех, кому он обращает свою проповедь. Он не хочет от них ничего получить. Он не связывает успех своего благовестия с тем, сколько ему могут потом собрать пожертвований. Нет, это его не интересует. Это ему не нужно. Для него главное, чтобы люди в своей жизни обрели и встретили Христа, которого он открывает своим новым аудиториям. Что касается материальной стороны своей жизни, то ей он не придает такого значения и антуража. И продолжает. Ибо будучи свободен я от всех, я всем проработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев для подзакона, как подзаконы, чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чуждых закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы впасти, по крайней мере, некоторых. И так, конечно, апостол Павел говорит о тех ограничениях, которые он добровольно возложил на себя. Он никак не противопоставлял себя тем, кому он обращался. Он не делал для себя никаких исключений. Он был таким же, как и те, с кем он вел свой диалог. И это он взял за правила своей жизни, чтобы люди не ощущали какое-то его превосходство. Он стирает как бы свою исключительность. И он говорит, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, боюсь не так, чтобы только быть воздух, но усмиряю и пробощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот замечательный принцип, который руководствуется апостол Павел. Он хочет, чтобы действительно Евангелие никак не пострадало от его образа жизни, от тех принципов, которым он следует. И поэтому мы понимаем, что, собственно, содержание Евангелия – это истощение Бога. Бог отказывается от всех своих преимуществ, от всех своих привилегий для того, чтобы нас спасти. Он ведет жизнь безвестного человека. И, собственно, большая часть его жизни прошла в трудах, когда сам Христос вынужден был обеспечивать себя, работал, жил со своей семьей, и, в общем, ничто не указывал, ничто не говорило до его крещения, до начала общественного сложения, на его базоверственное происхождение. И дальше, конечно, жизнь странствующего проповедника, она тоже не сулила Иисусу Христу больших богатств. Мы помним, что первое, с чего начинается Евангелие, это то, что он отказывается от мирской власти, которая предлагает ему уступить дьявол в обмен на то, что он поклонится ему. И поэтому, конечно, Иисус Христос не искал никогда ни власти, ни богатств, ничего бы то ни было еще. Для него было важно совсем другое – спасение своих слушателей, спасение погибших овец Израиля. И точно так же апостол Павел, он уходит от земной славы, он ограничивает свое служение тем, что зарабатывает сам себе на хлеб. Почему? Да потому что для него главное – это спасение людей. Все остальное для него оказывается второстепенным, ему он не придает свое значение, ему не важна его собственная статусность. И, конечно, здесь он для нас является замечательным примером, примером того, как человек действительно замечательный человек, который составил нам свои послания, это богатейшее наследие, которым живет церковь. Тем не менее мы понимаем, как он жил и чем руководствовался. И вопрос, который стоит перед нами, это может быть то, что мы делаем для спасения наших ближних. Являемся ли мы для них примером, а от чего мы отказываемся для того, чтобы привести их ко Христу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok